Для начала я подготовил такие 4 квадратные заготовки размером 190 на 190 миллиметров из 12 фанеры. Этот размер я взял исходя из того, что ширина рамки подрамника будет не более 40-50 миллиметров. Также взял 4 заготовки, которые будут служить упорами при склейке подрамника, тоже из фанеры 18 миллиметров, чтобы рейки не выкручивали при склейке. При сборке этот угол должен быть обязательно 90 градусов, а то подрамник получится трапецией или винтом. После того, как упоры приклеены, в углу нужно сделать сквозное отверстие, для того, чтобы свободно выходили углы подрамника и язнички клея. Я это буду делать первым сверлом диаметром 13 миллиметров, предварительно засверлив. Как вы видели, для сверления отверстий по торцам я использовал вспомогательный брусок. Отверстие получилось ровное, точное. Также подложу снизу любой твердый материал, чтобы отверстие не выдавило наружу и не расщепило края, так как это фанера. Далее я буду делать пазы резой диаметром 12 миллиметров, для того, чтобы излишки клея могли свободно выходить, подрамник не приклеиваться к приспособлению. Для резки пазов я буду использовать такое приспособление, которое я изготовил для ручного фрезера. Видео о нем есть также у меня на канале, ссылочка будет в описании. У кого нету фрезера, паз можно сделать, не сверлив рядом несколько отверстий и сравняв их с напильником. Или болгаркой просто пропилив пазы. Далее приступаем к подготовке остальных элементов к приспособлению. Толщина прижимного элемента будет составлять 30 миллиметров. Склеиваем фанеры 18-12 миллиметров между собой. Размещаем линию спила, где будут установлены опорные элементы. Спиливаем место для их установки. Также нарезаем прижимные элементы, которые ранее были склеены из фанеры и размещены под угол 90 градусов. Сверлим в них глухие отверстия глубиной 18-20 миллиметров, сверлом диаметром 16 миллиметров. В опорных элементах делаем отверстие под мебельную пайку. Гайку с резьбой М8 вдавливаем струбциной в заранее высверленное отверстие. К основному приспособлению приклеиваем ранее подготовленные элементы. Для зажима на углах у меня сделаны такие простейшие упоры. От шпильки с резьбой М8 отрезаем 4 ровные части длиной 120 миллиметров. Зачищаем заусенцы. Для сборки механизма прижимов нам нужны 4 гайки М8 и шайба увеличенная тоже М8. Первую пару гаек сажаем на глубину 30 миллиметров и контрагаем между собой. Отделаем шайбу и закручиваем вторую пару гаек, которые тоже нужно зафиксировать. При этом оставим свободный ход шайбы в районе 2-3 миллиметров для того, чтобы механизм мог работать независимо от нее. Далее механизм нужно установить прижимной элемент. Размечаем и засверливаем отверстие под саморезы, которые будут держать механизм в элементе. Находим среднее положение механизма и прижимаем его саморезами с пресс-шайбой. Этот механизм будет играть роль половующего зажимного элемента в случае того, если при склейке возникнет перекос, или толщина рейк подрамника окажется разной. Устанавливаем прижим на свое место. Для удобства работать с приспособлением устанавливаем деревянные ручки для надфилей, которые можно найти в хозяйственном магазине. Для предотвращения следов при чрезмерном зажиме наклеиваем тонкий, мягкий материал в местах контакта с рамкой или подрамником. Приспособление готово к работе. Если вам интересно, как с нуля сделать такой подрамник, натянуть льняной холст, чем грунтовать, чтобы не тратиться на художественный грунт, как ровно и красиво заправить углы холста, напишите об этом в комментариях, я обязательно сниму серию видеороликов об этом. На этом я с вами прощаюсь. Следите за новыми видео на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok